Ассалам алейкум! В эфире телеканала ННТ новости Дагестана в студии Карим Даниев и в начале коротко о главном. Не реализовал соцконтракт и, видимо, не планировал. Стоматолога из Буйнакска подозревают в мошенничестве. Сообщи, где торгуют смертью. МВД Дагестана призывает жителей республики участвовать в антинаркотической акции. За детские сады не придется платить. Дети участников специальной военной операции будут бесплатно посещать дошкольные учреждения. Поединку быть! Дагестанский боец Ислам Махачев и его оппонент Чарльз Оливера успешно прошли процедуру взвешивания перед титульным боем в UFC. Стоматолога из Буйнакска обвиняют в мошенничестве на четверть миллиона рублей. Местный житель заключил социальный контракт с профильной организацией, которая перечислила на его счет 250 тысяч. По условиям договора врач должен был приобрести медтехнику и подтвердить свою покупку чеком. Однако подозреваемый решил потратить деньги на личные нужды. Когда афера вскрылась, организация обратилась с заявлением в полицию. Теперь жителю Буйнакска грозит уголовное дело о мошенничестве. Очередного наркоторговца задержали полицейские в Каспийске. 68 доз мефедрона в ходе оперативно-розыскных мероприятий было найдено в одной из квартир на улице Ленина. Белый порошок весом более 13 грамм был спрятан в личных вещах подозреваемого. Следствию предстоит выявить других причастных к делу лиц. Тем временем каждый житель республики может воспрепятствовать распространению наркотиков. МВД Дагестана призывает неравнодушных граждан поучаствовать в акции «Сообщи, где торгуют смертью». Рассказать о фактах ранения, распространения и потребления наркотиков можно по телефону 99-49-94. Звонки принимаются круглосуточно. За первый этап от жителей республики поступило около 60 обращений. В рамках акции специалисты принимают звонки не только о преступлениях, но и разъясняют вопросы, связанные с лечением и реабилитацией наркозависимых. И к другим новостям. К зданию единственной школы в селе Новый Захид Хивского района пристроили новый корпус. Рассчитан он на 177 ученических мест. Строительство объекта было начато еще в 2014 году. Однако из-за отсутствия финансов возведение здания было несколько раз приостановлено. Благодаря усилиям главы Дагестана Сергея Меликова дело довели до логического конца. Качество образования является основой развития общества. Поэтому, конечно, это событие имеет огромное значение. И хотелось бы поблагодарить всех, кто был причастен к мероприятиям закладки фундамента, открытия этой школы. Особенно, конечно, хочу поблагодарить и поздравить педагогический коллектив, который не оставался в стороне при строительстве этого нового здания. Наших молодых, наших юных учеников, конечно, это для них, наверное, самый такой праздник, когда будут учиться в современных условиях. В новом здании расположены учебные кабинеты, спортзал, медкабинет, пищевой блок, библиотека и мастерские. Все это возведено в соответствии с современными требованиями. Самое примечательное, приятное, что для молодежи сегодня, не только для учащихся, а и для молодежи села спортивная площадка. Очень приятно. Я поздравляю всех сельчан, всех жителей этого села. Они действительно заслуживают это давно. Дети участников специальной военной операции будут бесплатно посещать детские сады. Также администрации Махачкалы принимаются меры по приему детей от полутора лет, отцы которых участвуют в специальной военной операции в дошкольные учреждения вне очереди. Заместитель мэра Эмилия Раджабова подробнее рассказала о льготах и напомнила о работе координационного штаба по поддержке семей мобилизованных. Уважаемые махачкалинцы, глава региона Сергей Алимович Меликов своим указом о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих рекомендовал муниципалитетам принять меры по освобождению от родительской платы в дошкольных образовательных организациях, родителей или законных опекунов, детей участников специальной военной операции. Поручением мэра Махачкалы Салмана Дадаева администрации города принимаются все меры по приему детей от полутора лет, отцы которых принимают участие в специальной военной операции вне очередности в дошкольные учреждения города Махачкалы. С автоматическим освобождением от родительской платы. Также в постановлении мэра Махачкалы от родительской платы освобождаются все ранее зачисленные в дошкольные учреждения города дети участников специальной военной операции. Это одна из мер поддержки для наших мобилизованных ребят. Мероприятия уже осуществляются. Напоминаю, что Координационный штаб оказывает помощь по самому широкому спектру вопросов семьи мобилизованных махачкалинцев. К нам обратились уже более полусотни семей. По всем волнующим вопросам можно обратиться в наш штаб по указанному ниже номеру телефона горячей линии. Дагестан увеличит экспорт продукции в Беларусь. Взаимовыгодное сотрудничество продолжает укрепляться между Россией и Содружественной стороной. Генеральный директор логистической компании «Белтамош-сервис» Вадим Бабарикин прибыл в Дагестан с рабочим визитом. С его участием в правительстве республики прошло совещание. В ходе обсуждения стороны пришли к соглашению об увеличении поставок местных товаров в соседние государства. В частности, речь идет о мясной и молочной продукции – урбиче, сыре и рисе. Беларусь – это братская республика, с которой у нас есть стратегическая Россия и партнерские отношения. И то, что сейчас в последнее время начало межиганально сотрудничество идти на совсем новом уровне, конечно, это очень приятно. Пропускная способность будет увеличена в разы. Если мы в прошлые годы, и сейчас Ирак измолят, это главный пункт пропуска автомобилей, мы используем в Дагестан-Азербайджанах. Если там проходило всего 600 машин, из них 400 больших грузов, остальные малоэлектражные автомобили, после реконструкции она будет возможна пропускать в 1200 только больших грузов. В случае заключения контракта в дагестанские предприятия имеют возможность ежегодно поставлять не менее 10 тысяч тонн рисовой крупы и 4,5 миллионов бутылок экологически чистой воды. С нашей стороны я открыто скажу, что наша компания, она крайне заинтересована. И мы готовы буквально даже в этом году уже заключить со всеми контракты. И в следующий год у нас мы уже готовы назначить объем. Что у нас в начале года распределяются квоты в связи с специнформатором, уже заключить контракты. После входа визита нашей встречи, долгосрочные контракты, которые будут иметь достаточно, я думаю, большой спрос у населения Республики Беларусь. Поэтому в этой части мы можем даже без дорожной тарты, мы можем это тоже внести. Ну и, соответственно, чтобы было понимание производителей Беларусь и, соответственно, температуры Республики Беларусь. Объемы достаточно большие, производимые продукции. И я думаю, что здесь будет интересно поработать. Более 7 тысяч дагестанцев посетили Мавлит Аннаби в строящемся духовном центре. Праздничные мероприятия проходят ежедневно на протяжении всего месяца Рабиуль Абваль, в котором родился пророк Мухаммад, мир ему и благословение. Программа маджлиса выходцев из Тляратинского района включала выступления ученых-богословов, исполнение нашидов, чтение Корана. Кульминацией стали викторины с подарками и розыгрыш трех путевок на Малый Хадж Умра. Мероприятие было открыто для всех желающих. Гостями стали верующие из разных уголков Дагестана и регионов России. Живкий род, о лобоком, махнул отбережь, и датров, и всех таков, датами им можно оставать более. Видя именно вот такое большое количество, это отрадно. Ведь то, что вы все сюда пришли, я убежден, глубоко убежден, что никого из вас, никто не заставлял сюда идти. Более, есть те, кто оттуда, с далека, с гор, приехали. Я думаю, все вы сюда приехали только лишь прозвольное сердце. Почему? Потому что в этом сердце, это сердце неравнодушно к посланнику Аллаха, к нашему дорогу Садаллаху. Есть в этих сердцах любовь к посланнику Аллаху. Уважаемые братья Иисусы, ас-саляму алейкум, арахатуллаху, 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 поздравляю всех с местом Раби Ауаль. Дай Аллах, чтобы Всевышний Аллах увеличил любовь к посланнику Аллаху, саляму алейкум, арахатуллаху. Дорогие братья и сестры, дай Аллах, чтобы этот мажорист стал причиной любви к нашему посланнику Аллаху, саляму алейкум, арахатуллаху. Ах, арахатуллаху! Также я хочу сказать, дорогие братья, это мечеть, та мечеть, которая носит имя пророка Мухаммада, саляму алейкум, арахатуллаху. И эта мечеть объединяет много народов и много людей. Как сегодня нас объединила эта мечеть, которая носит имя пророка Мухаммада, саляму алейкум, арахатуллаху. Как и пророк Мухаммад, саляму алейкум, арахатуллаху, Бой в силе. Ислам Махачев уложился в вес перед чемпионским поединком. Дагестанский боец успешно прошел процедуру взвешивания перед боем за титул чемпиона UFC. Бой Махачева возглавит турнир в Абудабе, который пройдет завтра вечером. Легковес показал 70 килограмм и 100 грамм. Не испытывал проблем с весом и его соперник из Бразилии Чарльз Оливьера. Процедуру взвешивания успешно прошли и другие дагестанские бойцы, которым также предстоит выход в октагон. Это Мухаммад Макаев, Абубакр Нурмагомедов и Гаджи Амаргаджиев. В Махачкалу прибыла делегация олимпийских чемпионов. Именитые спортсмены расскажут детям о своей карьере и поделятся опытом. В аэропорту столицы гостей встречал министр по физической культуре и спорту Сажид Сажидов. В состав делегации вошли победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. Борцы Давид Мусульбес и Хаджимурат Магомедов. Гимнастка Елена Шевченко. Фехтовальщицы Татьяна Лагунова и Галина Горохова. Гребец Алексей Сверин и конькобежец Андрей Минцев. Визит спортсменов часть всероссийской программы Олимпийские легенды детям, молодежи и детскому спорту России. Звездные гости проведут мастер-классы в спортшколе имени Гамида Гамидова и в школе гимнастики Земфира. Также они посетят открытие чемпионата России по грибному спорту. Вы знаете, есть такая программа демография, спорт, норма жизни, это все. А наша подпрограмма спорта, норма жизни, это вот там писки легенды детям и молодежи России. Чтобы дети наши были здоровы, сильны, мы стараемся привлекать к регулярным занятиям, спорту. Вот сейчас такая цель, ну, воспитание духа патриотизма, чтобы они были здоровыми, ну и заодно познакомиться с республикой. Я, правда, здесь второй раз, но очень много лет прошло, поэтому я думаю, что произошли большие изменения в лучшую сторону. Ну, в этом я даже не сомневаюсь, уверена. Так что полезно проведем время, познакомимся друг с другом и лучше узнаем друг друга. Спасибо большое. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова